Южную Америку по праву можно назвать раем для птиц, ведь именно здесь обитает невероятное количество разноцветных и удивительных пернатых созданий. Да и название им дали очень необычное. Некоторые вы, возможно, даже и не слышали. Например, квизаль, аулия, бекарт, титира, монокин и т.д. Согласитесь, нам не всегда легко произносить такие слова. Но в этом ролике мы хотим рассказать вам об одном мухаеде. Его название произнести несложно, но это не уменьшает оригинальность этой удивительной птички. Амазонский венценосный мухаед, или, как его еще по-другому называют, амазонский королевский мухаед, имеет очень приметный внешний вид. Из-за необычного головного убора птицу в народе давно уже сравнивают с Наполеоном. Благодаря своему ярко-красному хохолку птица получила также научное название коронатус, который в переводе означает корончатый. На родине, в Южной Америке, эту пернатую называют павлином. Все дело в том, что хохолок королевского венценосного мухаеда напоминает красивый хвост павлина. Во всем остальном же венценосный мухаед очень похож на мухоловку, или даже на обычного воробья. Его размер небольшой, достигает 17 сантиметров. Окрас тела серо-оливковый, клюв тонкий, крылья заостренные, лапы короткие, хвост средней длины. Его корона кажется довольно большой и массивной. Примечательно то, что когда птица спокойна, хохолок падает, сливаясь с поверхностью головы. Такое умение помогает избежать встречи с хищником, ведь яркую птицу легко заметить на любом дереве. И тем не менее, когда птичка участвует в брачных играх, ее корона раскрывается во всей красе. У самки обычно серый или темно-коричневый окрас туловища. А головной убор желтый с добавлением черных перьев. Встречаются самки и с более темными оттенками. Самцы же, наоборот, имеют очень вызывающую внешность. Огненные перья с различными оттенками красного способны привлечь самку издалека. Голос у птицы не сильный, поэтому мухоед использует его очень редко. Во время размножения лишь его зазывающий хохолок становится атрибутом для привлечения самки. Начало брачного сезона – это хорошая возможность показать себя. В борьбе за самку или отстаивая территорию перед соперниками, самцы амазонского венциносного мухоеда разворачивают свои вьера, короны, гордо демонстрируя алые, голубые и черные перья. О венциносном мухоеде известно не так-то много. Он пока плохо изучен. Но известно, что самка в одиночку сооружает гигантское двухметровое гнездо, которое свисает над тенистым ручьем. Чтобы защитить потомство от хищников, будущая мама подвешивает гнездо к прочной ветке на высоте от 2 до 6 метров над водой. Отложив два яйца, она сама их высиживает и сама же добывает корм для вылупившихся птенцов. Кстати, в рацион питания входят различные насекомые – стрекозы, жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и чтенистоногие. Эта удивительной красоты птичка считается национальной гордостью стран, в которых она водится. Жители Суринама даже украсили денежные купюры и почтовые марки ее портретом. О каких обитателях амазонских лесов вам хотелось бы еще узнать? Напишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok